Строительство социально важных объектов стало темой рабочего совещания в Доме правительства. Его провел Александр Евстифеев. Речь шла о возведении новой средней школы и родильного дома в Волжске. Эти и другие темы были затронуты руководителем региона еще на прошлой неделе во время рабочей поездки Александра Евстифеева во второй по величине город-республики. Теперь решение этих и других вопросов получило более детальное продолжение. Обо всем по порядку в материале моих коллег. Общеобразовательная школа номер 6 города Волжска была построена в 1985 году. Ее уже не раз ремонтировали. Во время рабочего визита главы в город Волжск на прошлой неделе было принято решение построить новое здание. Первый вопрос, к которому мы с вами несколько дней назад обращались, это вопрос неотложных ремонтных работ в школе города Волжска. И дальше мы с вами там на площадке пришли к мнению, а это позиция рекомендованная и изложена Минстроем Республики, пришли к мнению, что нужна новая школа на месте той школы, которая с 2012 года специалистами, строителями, экспертами характеризуется как аварийная, опасная. И мы пришли к общему выводу, что школа на этом месте, точнее на этой территории должна быть новая. На сегодняшний день здесь ведутся работы по укреплению фундамента, которые будут закончены к концу августа. И в то же время параллельно идут подготовительные работы к постройке нового корпуса школы. По поручению по вопросу строительства новой школы совместно с администрацией городского округа города Волжск мы определили те мероприятия, которые действительно нужно выполнить в настоящий момент. Первое – это определение участка подстроительства, то есть его оценка с юридической точки зрения, природной, технической. То есть насколько он сформирован в юридическом значении, да, у этот участок? И затем изучение природных особенностей и технических. На сегодня на этом этапе администрация как будто приступила. Следующий этап – определение проекта. И тут было принято предварительное решение использовать типовой вариант, который был уже пробирован в столице республики и в Медведево. По нему новая школа сможет принять 825 учеников. Вот на 2016 год было 380 учащихся, 2018 год – 430, 2020 – 570. И с нового учебного года, в 2021 году мы принимаем более 600. Как мы видим, школа будет строиться с учётом перспективы роста количества учеников. Так что мест за партами должно хватить всем. Новая школа должна появиться уже через два года. Следующий вопрос, который обсудили сегодня в правительстве, касался строительства роддома, который по плану должен быть построен к августу 2022 года. Но пока, к сожалению, работы идут с отставанием по графику. Значит, специалистов на объекте насчитывается 60 человек, что недостаточно, в том числе камерщиков – 38 человек. У нас большое отставание по кладке. Но все виды отставаний назовите, не только по кладке, там и эстакада, и так дальше. Все виды отставаний. Есть у вас такая информация? Пожалуйста, слушайте. На сегодняшний момент строительство надземного перехода задерживается на 50 дней. Перекрытие цокольного этажа – 50 дней. Кладка первого этажа задерживается на 20 дней. Отставание от графика. Перекрытие первого этажа – отставание от графика – 20 дней. И эстакада отставания от графика – 50 дней. Глава республики жестко потребовал устранить отставание. И какие перспективы к тому, чтобы график, первоначально предусмотренный, согласованный с подрядчиком, был восстановлен и в дальнейшем соблюдался. Меня деньги потратить много ума не надо. Я даже обсуждать не собираюсь. Как здорово вы будете осваивать. Я хочу видеть итог работы. Вот для примера могу вам показать. Брошенный был участок, без малого 10 лет, дом дружбы. Они сейчас с опережением идут примерно на 30-35%. Вот это работа. Вот я от вас чего жду. По итогам заседания руководитель региона дал ряд поручений ответственным лицам и профильным ведомствам. И четко обозначил сроки исполнения. Продолжение следует.